Ну, это то, о чем я как-то уже рассказывал, что вот мы думаем, что она научилась... Эй! Мы думаем, что она научилась у Бублика. Умка очень странно играется, но играется, как можно, такая очень-очень ласково, очень нежно так поигрывается. Но она полюбила жутко вот эту вот вещь. И, наверное, это сейчас первая вещь, за которую она дрожит, кроме уже ушной палочки, немножко отходит на второй план. Вот их стало слишком много, видимо, в ее жизни. Бублик, конечно, играется дерзко. Бублик кидается, Бублик типа ловит его, Бублик вычисляет, куда сейчас полетит траектория. А это просто мотает головой или же бегает вот так вот. Тоже-тоже довольно косноровистая, ловит его, лишнее телодвижение не любит делать. Играется, очень любит, очень вот эту штуку сейчас любит. Берет ее в зубы, тащит к нам и устраивает вот эти вот вокальные истерики. Вот, Бублик при этом вон сидит и наблюдает просто. Вот, так как она играется не очень активно, поэтому ее хватает, в принципе, надолго. А это меня, скорее, настолько не хватает. С Бубликом ты можешь поиграться, там, не знаю, минут 5-10 и все. Он уже ухекался, ложится такой. Она начинает просто тупо сидеть. Типа, да, все нормально, она посидит, посидит. То есть, давай, вокруг меня вот это вот кидай. Вот, ей что? Ей нужно не слишком резко, и при этом, как бы, не слишком медленно, вроде как. Медленно, вроде, не интересно, а резко, вроде как, она не замечает, куда она летит. Вот, да, как собачка берет, только что подносит, я в туалете был, подносит к туалету, и вот это вот замывает там, такая, ау-ау-ау. Бублик просто сдалбывал мяуканьем. Бублик делал постоянно, мяу-мяу-мяу, вот так вот. Молодец. Короче, раз я уж решил записывать вам периодически реакции на реакции, я это так буду называть. Я тоже могу по разным видео ходить и что-то там реагировать, да? Он вам, кстати, пишет, что в Бэршеве какашки прям на плитке, а не на газу. Причем я помню этого человека, вот, у меня ничего против как бы него нет, и он нам писал разные и хорошие тоже отзывы, я помню. Вот, ну, я помню, как раз еще ты это комментировал, он писал про отсутствие еврейской радости в глазах. Такие слова как бы недоумение немножко ставит, и я понимаю, о чем он. Вот 100% люди, которые здесь не живут, им вряд ли это можно, ну, как это сказать, понять-то да, но прочувствовать. Короче говоря, очень-очень многие, да, те, которые приехали сюда в любое время, проникаются вот всей этой идеей. Наверное, это такой пассивный патриотизм, да, но вот именно он такой пассивный, то есть, да, я буду страдать, да, все, но в принципе, все же хорошо, все же нормально, вот, не зря же все было, да, вот. И это нормально, у меня на самом деле такие же чувства по отношению ко многим вещам в Израиле, но суть-то не в этом, да, суть конкретно в наших видео, потому что наши видео не об идеологии никакой. И смотря наши видео, я не понимаю, как вообще кто-либо может составить впечатление о моих или о твоих ощущениях от Израиля. Я еще раз говорю, если я показываю какашки, это видео не пакен об Израиле, вернее, это пакен видео не об Израиле, вот так правильно, вот, это не об Израиле, это о какашках. Если я снимаю о том, что этот идиот делает пожар на своем балконе, это не об Израиле, это об идиоте и мангалах на балконе. Как вы не понимаете этого? Почему каждый перд, каждый пук, что мне нужно выехать из Израиля, чтобы вы не думали, что это об Израиле или как? Ну, ну, серьезно, как? Я уже, честно, я уже геолокацию убрал в Ютубе, как бы свою геолокацию я убрал, там не написано Израиль вообще, кроме того, что написано, по-моему, в описании что-то про Израиль. Но Ютуб знает, что мы из Израиля, поэтому вот, поэтому, поэтому он пихает вам эти видео, вы сидите в Израиле, нахера вам смотреть эти видео, вы и так все знаете. Это мне просто недавно сказали, что им нравится, когда я бомблю. Не специально. Вот, короче, мне пишет здесь Евгений Эйч, он мне пишет на старое наше видео, вот мы снимали в этом Хэтихинаме, в супермаркете, причем не в Петахтикве, а в Адошароне. Это реально самый лучший супермаркет, который есть у нас вот в периметре. Вот, да? Да. То есть, ничего особо плохого даже не снимал. Ну, как и все супермаркеты, в принципе, здесь он, ну, как бы, имеет свои определенные частности, аспекты какие-то имеет. Так, ну, что теперь с ними делать-то? У них отличная глянцевая стоянка, кстати. Причем, после этого же комментария пришел какой-то другой человек, видимо, кому-то тоже там высветилось, и он написал, какой ужасный, бестолковый и ужасно некрасивый супермаркет с обделенным выбором вообще. Ну, вот видите, как бы, да, разные люди, разные эти, разные ощущения. Значит, меня пишет Евгений. Почти совсем согласен, не согласен только с тем, что настроен на негатив. Да, этот большой супер не похож на европейские, но и на израильские 20-летней давности тоже не похож. Мы приехали 29 лет назад, и здесь была другая страна. Из восток, а, из высоток в Тель-Авиве был только Миг Дальшалом и Шпиллер Диантенов Кирия, машины в основном Субару, а в Кнессет ходили в сандалях. Я буду сразу, да, по дороге. Ребят, если я приехал 20 лет назад, то этот человек приехал на 9 лет раньше меня. Я тоже все это видел и знаю. Когда я приехал, в тот же год открылись озрели спустя несколько месяцев, как я приехал. И что? Что дальше? Типа, появляются люди, которые начинают что-то лечить. Эй, поживи, знаешь, когда я приехал, это не было, это что? И что? Аленка приехала много позже, чем я, но при этом как бы я могу и рассказывать, да, там прикалываться, да, типа вот при мне такого еще не было вообще, да. Но я это говорю с сожалением, потому что я понимаю, что я просер все это время по разным каким-то подвалам, вместо того, чтобы ходить в нормальные бары, в которые, да, там на наши деньги мы уже могли ходить. У нас просто не было куда, не было куда, мы просидели всю свою молодость, просрали в баре наш, или в баре, как он там, Нест назывался, Нест еще ничего был. Вот, и что? Все, кто ходили в Нест и в наш, ставьте лайк. Ну, как бы больше не было ни хера. Ходите в израильские, да были мы во всех тель-явивских израильских барах, все одно дерьмище было. Просто ходили уже в русские, потому что там хотя бы, ну, хотя бы было с кем пообщаться, да, и знакомых было больше. Все было одно дерьмо. Так что теперь мне радоваться, типа, что, а что, мне выстроили три высотки теперь, мне теперь порадоваться надо за это? Да вот, ты поедь в другую страну и посмотри, сколько там высоток за это время построили, за 20 лет. Не, ну, конечно, если сравнивать с селами Ташки или Ромны, Саша, привет, то, ну, тогда да. Или Днепропетровскому. Или Днепропетровскому, ну, Днепропетровскому, давай, вот мне недавно кто-то сказал, что, я сказал, что Днепр, а, вот мы были, да, в гостях недавно, я сказал, что Днепропетровск, как по мне, изначально, он еще в советское время, вот, вот такую инфраструктуру там построили, да, вот здесь город, если масштабно взять, то Тель-Авив, может быть, вот Гуждан вообще, он только сейчас, как бы, ну, приближается или догнал, как бы, да. Я не настолько хожу знакома с Днепропетровскому. Не, ну, ты подумай, масштаб Днепра, да, миллионник, ладно, миллионник, сейчас в Гуждане больше, но миллионник, в котором, ладно, хер с ним метро, автобусы, трамваи. Днепропетровскому, автобусы, хер с метро, с Днепропетровское метро, автобусы, трамваи, маршрутки, ладно, хер с маршрутками, ну, маршрутки, маршрутки реально в разы лучше, чем здесь. Они плохие, они идиотские, они не должны существовать, но они в разы, они просто... Ой, не надо, маршрутки в Украине отвратительные. Они отвратительные, а чем, а чем здесь прекрасные? Тем, что у тебя на голове никто не сидит, только кондиционеры есть, и там только символические места. Хорошо, нет, во-первых, окей, кондиционеры в Европе тоже часто нет в магазинах, это вопрос, как бы... Ты сейчас про маршрутки, я тебе про общественные... Я говорю, да, про общественные, я, да, согласен, кондиционеры должны быть везде и в Украине тоже, но, скажем так, здесь-то больше необходимость, чем там. Смотри, здесь маршрутки, как такси, это не сравнивает, ты никогда не ездил в Богдане, поэтому не ездил. Смотри, я говорю про развитую инфраструктуру, там куча маршруток, которые ходят в разные рейсы, да, они ходят намного чаще, люди на них сейчас уже, кстати, стоят в очереди, они ломятся как бы... Они стояли в очереди, просто их не хватало. Камон. Расскажи мне. В Киеве, да, в Днепре не стояли в очередях, до тех пор, пока я не уехал из Днепра, там никто не стоял в очередях. То есть ты не помнишь, как в таких маршрутках, как здесь, люди рачком ездили? Я приезжал еще и ездил, я даже приезжал в гости еще и ездил за рачком. Ну и в Киеве-то хорошо? Нет-то не хорошо. Ты говоришь сейчас о транспорте, как бы в целом, да, то есть о маршрутах? Так, я говорю о том, что я пользовался... Я линии. А, ты говоришь, что маршрутки там лучше, я тебе говорю, маршрутки хуже. Линии, окей, согласна, вариантов больше, да, но сами маршрутки... Я говорю о том, что когда умер практически весь автобусный парк, и все пользовались на 90% только маршрутками, ими, в принципе, то есть это было плохо, но это заменило полностью общественный транспорт. Здесь маршрутки, даже не знаю, на 20% не могут заменить общественный транспорт, да, кроме того, что они, как бы, их мало, ну, наверное, в основном потому, что их мало. Они бестолковые, их мало, и эти маршрутчики, ну, они так же хамят, как и те. По автопарку даже, по количеству маршрутов, это несопоставимо, да? Но это другое. Это не другое, это то, что я имею в виду. Маршрутки это хорошо, маршрутки это плохо, потому что они разворовали автобусные парки, пустили частников и нажились на этом все. Это хреново. Это ты вот сейчас говоришь, как наши зрители, которые меня не слышат. Я только что сказал, что маршрутки плохо, и маршрутки не должны существовать. Вот видео есть, все записано. Хорошо. Нет, я не противоречил, я сказал, но в определенной ситуации, когда разворовали весь автопарк, и он не работал, то маршрутки... Короче, вернемся к этому. Я понимаю, что Израилю расти и расти, но и то, что уже есть, уже нормально. Подожди, но и то, что есть, тоже уже нормально. Вот так вот точно, да, он говорит. Просто не замечают люди достижений, только хают. К примеру, на всем Ближнем Востоке дефицит воды. Из-за этого страны воюют, и люди миллионы эмигрируют, а у нас даже не замечают этого блага. Насчет воды, типа, я не уверен, что из Сирии люди сильно-то бежали от недостатка воды. Я что-то не вижу, чтобы из Иордании сильно люди бежали из-за недостатка воды. Так же, как и из Египта, как бы, да, по крайней мере, мы об этом не слышим. А давайте вспомним то, что опреснительные установки были придуманы в Израиле в хрен знает каком лаптевом году, и до сих пор ни одна из них нормально не работает на полную мощность в Израиле. За границей прекрасные израильские установки там где-то работают. В Израиле нет. Давайте об этом теперь вспомним. А это сделано все слега на наши с вами налоги, Евгений. Так что, да, прекрасно, все круто. Не, ну, это уже глупо, выставлять воду как благо, это жизненное необходимость. Это причем жизненная необходимость. Это не страна третьего мира. Да, да, да. И не зря здесь везде стоят питьевые фонтанчики, потому что, да, при этом климате необходимо организму там потреблять, как говорят, 2-3 литра воды на человека. Все. Для того, чтобы пахать и давать этой стране налоги, нужно пить воду, как бы, все. То есть, я вообще не понимаю, как воду, как благо, типа, да. То есть, если бы я приехал, здесь бы не было бы воды, я бы, ну, тогда должен был бы развернуться, уехать назад. Чтобы я здесь остался, ну, продолжал, как бы, ну, грубо говоря, там, не знаю, поднимать эту страну, да, давайте вот, вот мы все приехали ее поднимать, по сути. А те, кто не хотят поднимать, то есть, они враги народа, получается. То есть, получается так. Так, если человек просто приехал сюда пожить, потому что он имеет на это право, он враг народа. Ты должен приехать и, сука, поднимать что-то. Ладно. Насчет продуктов в магазинах. Все проблемы понятны и закономерны, но, с другой стороны, ведь не надо лишнего разнообразия. Гена. Это не Гена писал? Не знаю, Гена, это ты, Евгений? Гена. Все равно, все отличается в основном упаковкой. Нет 50 сортов сыра, так есть 10. Лично я не страдаю от этого. Масло хорошего, в скобочках, а у нас и правда хорошее. Достаточно. И одного вида. Все равно, при большом выборе, хозяйка находит хорошее и покупает только его. В любом случае, как-то притомляет постоянное нытье, хотя канал хороший. Знаешь, это как евреям говорили, ты вроде хороший. В совке, да? Вот говорили, ну, парень, ты вроде хороший, хоть и жидяра. То есть, это вам ничего не напоминает, нет? И я ему ответил, что, алло, как бы, да, мы опять говорим об одном и том же с тобой. С каких пор отсутствие выбора, это классно? Это влияет на цены. Это влияет на цены. Почему, почему, вот человек, как бы, да, он доволен, типа, окей, да, 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 нормально, что цена, да, да, нормально все. Какое-то одно масло будет стоить 20 шекелей за упаковку? Так, а сейчас? Потому что оно одно. Так, а сейчас я пошел купил вот эту пачку масла французского за 25, правда, оно было полукилограммовое, но за 25 шекелей. Это ровно в два раза дороже, чем мы покупаем обычное тнуловское масло, которое в этот раз, ну, как бы, не в этот раз, которое на две недели исчезло. И как только исчезло масло двух производителей в Израиле, все, коллапс во всей стране, да, коллапс просто. Не было масла в суперах, начали что-то, а, бля, куда масло вообще? Французское подоставали из-за кромов там какое-то, латвийское там, в русских магазинах аншлаги, вон, ленты в фейсбуке, типа, все повалили в русские магазы покупать литовское какое-то масло, не знаю. И что? И все, ладно, дальше. И, причем, знаете, чтобы хозяйка нашла себе подходящее масло, его покупала постоянно, его нужно из чего-то выбрать. До сих пор я вижу за свои 20 лет в Израиле, что хозяйки выбирают из двух масел. Ладно. Дальше. Я ему ответил, что вот это то, что я сказал. Он мне пишет, Даль, так и знал, что такое будет замечание, но мои слова не совсем такие. У нас нет большого выбора, но есть все необходимое для жизни. Я ему написал, что необходимое было и у первых поселенцев, но по нынешним меркам они жили в антисанитарии и бедности. Давайте, не знаю, Кристофора Колумба тоже было все необходимое. Два мушкета и два туземца. Ну, для примера, сколько комнат в доме нужно для семьи из двух человек, салон, спальня, гостиная, кабинет. Этого достаточно для жизни. Больше комнат тянут за собой, неудобства по уборке, обогреву, оплате и т.д. Так и с продуктами, большие издержки в производстве, логистике, рекламе, просто поиску ненужного. Короче, мой вывод, все хорошо в меру и уж точно не зацикливаться на этом в каждом ролике о продуктах. Ну, во-первых, Евгений не видит, видимо, он специально, видимо, не смотрит мои ролики другие о продуктах, которые мы закупали в разных местах продукты и обозревали на них цены и их качества. Так что я не считаю, что они негативные. Они даже скорее позитивные были и рекомендовали те, как это, магазины или те, как это называется, мешики, тех хозяйств, в которых мы это покупали. Так что, Евгений, велкаме, можно посмотреть и удивиться, что есть еще другое. Я ему написал, что чуть ли не единственный инструмент для баланса цен и зарплат, типа, да, при наших охерительных, как бы, зарплатах, мы можем везде, в любом точке мира, купить себе любое масло, но в Израиле у нас некуда эти деньги даже потратить. И мы вынуждены, как бы, ехать, куда-то их тратить за границу. Колбаски. Ну, как бы, да, вспомните, что угодно. У нас как будто санкции какие-то. У нас как будто, не знаю, в России, по-моему, при санкциях сейчас больше продукта, чем у нас. Мы из Италии чемодан колбасы привезли. Из Италии, из Праги, из Киев. Мы это всюду едем, это все. Все наши друзья, все, все вы, друзья, вот мои друзья, которые нас смотрят, все напишите плюсик внизу. Все вы тащите чемоданы, колбасы и всякие санкционки сюда в Израиль. Так о чем тогда разговор? О чем, Евгений, о чем вы говорите вообще? Так что я говорю, что, Евгений, великая еврейская радость здесь вообще ни при чем. Здесь чисто экономика и деньги. В конце концов, все решают деньги. Людям там приятно и хорошо жить, комфортно. Где деньги, а не где идея. Ты с идеей будешь сидеть как бы с обосранным задом. Ну, вон. Ладно, не буду показывать на страны, в которых это происходит. Я ему написал. Так что давайте уже не ныть в комментах, а то нытье. А нытье это уже перебор. Вот это я написал ему. Ну, серьезно. Ну, потому что люди заходят и ноют о том, что я ною. Ну, хватит тогда уже меня одного. Нет, ну, как бы. То есть вы для меня такие же нытики, вы понимаете? Не такие же. Просто вы нытики для меня еще хуже. Потому что вы сидите вот это, выискиваете, что вам не нравится. Сейчас был ролик о какашках. Но в ролике, кроме всего прочего, были котики, были умки, были бублики, были классные магазины. Вот люди спрашивают, где этот магазин. Уже трое людей меня спросило. Где магазин? Все круто. Написали. Но да, был мангал и были какашки. Я что, их придумал? Нет. А кому бы понравился костер под балконом и весь воздух, который идет вверх? И на сутки еще квартира воняла после этого? Воняла. Пришли, потом уехали, пришли, вернулись. А было все закрыто. И тут штын стоял еще сутки, потому что она не выветривалась нифига. И все закрыто было. Это же не то. Я же говорю, окна дерьмовые, через которые все это тянет. Закрыли окна, пришли, оно все натянуло вовнутрь. Это что, придумывают, что лишь окна говеные? Евгений устраивает окна. Он 29 лет с этими окнами. Перфект. И значит, Евгений мне пишет апогей нашего разговора. Это у меня нытьеота. Окей. Я тоже вижу в Израиле много того, чего не хотелось бы видеть. Даже стычки имею на этой почве с женой. Но в отличие... Жена еще больше оптимист, смотри, чем Евгений. Но в отличие от вас, не только какашки считаю возле дома. Я только что об этом говорил. В этом видео были не только какашки, но Евгений решил заострить на этом внимание. А что, не прикольно? Мне понравилось, как мы считали какашки. По-моему, это было весело. Так мы посчитали только половину этого ковра какашек. Там же еще второй ковер. Ты ругал какашки, не ругал какашки? Мы просто их посчитали. Так я на эти какашки каждый день смотрю. Евгений, хотите я каждый день вам буду эти какашки показывать? Это будет еще более нытье веселое. Блин, я хожу мимо этих какашек уже 4 года. 4 года я живу на этом районе, хожу мимо этих какашек. Что мне теперь? Один раз я вам снял. Все, трындец, все. Приехали, отписка. Ну, кстати, да, он по конце концов написал отписка. А, то есть он тебе такие не посмотрит. Теперь да, другие какашки он не хочет смотреть. Мне просто немножко... Я не пытался никого обидеть. Я очень уважительно отвечал. Но человек как бы хочет писать свое мнение и не хочет слышать в ответ. То есть люди... Мне иногда просто не хочется писать, поэтому я вот решил записывать такие видео. Потому что вы пишите мне вот такие простыни. А вы знаете, что? Мне такие есть, что сказать. Или что вы думаете? Что я снял вам видео и все. И вы теперь можете как бы сзади пристраиваться. И типа... Какашки! Одни там... Некатив! Или все вот это вот. Нет! У меня шоу получше, чем по первому каналу. Я могу зато выступить прямо на следующий день и послать во всех в пень. Или наоборот как бы. У меня все круто с этим. Я же на него вообще не в обиде. Просто ну, я логику не могу понять. Но Евгений замечает многое хорошего. Критика должна быть сбалансированной. Видео ты делаешь качественное, с юмором. Но для меня много депрессника. Какой-то беспросвет. Жаль. Отписываюсь. Евгений, я искренне думаю, что вам нужно отписаться. Это я серьезно. Потому что, если вы видите больше в наших видео депрессняка, то значит оно вам не делает хорошо. Значит, стопудово. Не важна причина. Если вам плохо здесь, отписывайтесь. Серьезно. Вам нужно, ну куда-нибудь, не знаю, смеха панорамой лечиться тогда или чем. Петросян. Кстати, у Петросяна отличные первые альбомы. Если кто помнит, ставьте лайкосик на этих винилах. Ну, серьезно. Если человеку плохо, что страдать, я не понимаю. То есть, страдать вообще не надо. Какого вида мои видео, я не знаю. Это действительно вам судить. Если кому-то плохо, то не нужно себя насиловать. Это хуже всего нет. У себя насиловать и что-то смотреть. Слава яйцам русскоязычных блогеров. Или вам только израильские нужны. Ну, ладно. Израильских нормальных мало. Не, надо просто им... Таким нужно выписывать Димона два раза в неделю, а потом возвращать. А, Димона два раза в неделю. Да, это знаешь, как это... Отче наш пять раз перемешнул. Димона два раза в неделю. Ну, Димона после меня, это как будто бы, знаешь, возьми козу. Я усмирила умку. Ну, давай, массаж ушей. Она сегодня не давала мне продыху, пока я монтировал. Что такое моя зайка? Не, знаете, что не пока. На самом деле, последнее слово. Такие, как Евгений Эйч, именно такие люди дают мне стимул снимать еще дальше. Потому что я понимаю, что вам не безразлично. Это классно просто, классно. Пока. Не, все, я передумал. Евгений, возвращайтесь. И поснимаем еще. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok